Ну, на данный момент мы уже имеем 19 гектар виноградников Основная масса сортов Это донские автохтоны Основная масса? Да У нас сейчас дело в том, что 8 гектар автохтонов А остальные гибриды Но часть гибридов у нас еще в молодом возрасте То есть, если взять Именно в плодоносящем возрасте То автохтоны у нас превалируют Здорово Можете перечислить наиболее? Ну, у нас из автохтонов Это сибирьковый, кумшатский, пухляковский Затем очень редкий сорт Мушкетный Это белые сорта Ну, и из красных Это цемлянский черный И красностоп золотовский Все сорта для виноделия, да? Да, все сорта для виноделия Вы сейчас все, весь урожай перерабатываете в винную продукцию? Да, мы весь урожай перерабатываем в винную продукцию И в связи с тем, что были изменения в законе А то, что фермерам теперь возможно до 150 тонн перерабатывать Мы собираемся площади увеличивать Ага И до каких? Ну, есть такие мечты, чтобы 50 гектар виноградников 150 тонн с них перерабатывать себе Остальное на продажу У вас сейчас две площадки, где развивается виноградовство Какая из них для вас интереснее? Может быть, по очвенным условиям? Ну, понимаете, дело в том, что практически обе площадки находятся почти в схожих условиях Единственное, в чем разница Если у нас площадка в Мартыновском районе Она как раз находится на Сальско-Донском кряже Но именно в центре, то в поселке Краснодонске, Волгодонского района Она находится ближе к Дону А так и земли очень схожи И климат очень схожий Но, может быть, процентов на 5 Все-таки в поселке Краснодонском осадка выпадает больше Долгое время у фермеров были проблемы с реализацией винной продукции Натуральных вин Сейчас что-то изменилось? Ну, есть изменения, конечно, в лучшую сторону Потому что сейчас Очень, скажем так, определенный процент населения Начинает понимать, что нужно употреблять вина местного производства Во-первых, пиар сыграл свою роль Ну, во-вторых, все-таки доллар подрос Поэтому не все вина зарубежные стали привлекательны по цене Отношение людей все-таки изменилось Все-таки в наше вино довольно большой процент населения стал верить Что российское вино есть И что оно довольно неплохого качества А может быть, даже хорошего качества Даже лучшего качества некоторая вина, чем импортная То есть это сыграло свою роль Но есть еще в этом плане много недоработок Потому что вот запущен был только пилотный проект По продаже вина через интернет Наконец-то мы его добили, но почему-то только лишь в Московской области и в Москве А мы пока в стороне Конечно, нужно брать это на вооружение И чтобы это пользовалось по всей стране Распространялась продажа через интернет нашей продукции Но барьеров по реализации в розницу оптом сейчас уже нет Ну, как скажем Смотрите, мы, допустим, это я на себе, по своему предприятию скажу Мы и не стремились в розницу, имеется в виду, в сети Почему? Потому что у них очень жесткие правила Да и у нас нет столько продукции, что да, объемы И самое главное, там нет тех условий для хранения нашего вина Потому что наше вино фермерское, оно все-таки, да, живое Оно требует определенных условий для хранения А, скажем так, сети, они не могут создать этих условий Ясно Скажите, вот в этом смысле сельский туризм или акрарный туризм Он будет способствовать реализации фермерской продукции? Да, сельский туризм, мы назовем его агротуризм Это очень такое хорошее продвижение, вернее, скажем так, площадка для реализации нашей продукции Очень хорошая Потому что, в принципе, наши вина именно как раз для потребления на месте, скажем так И вы будете стремиться к тому, чтобы большая часть продукции Продавалась именно на месте Поэтому мы вот сейчас занимаемся строительством дегустационного комплекса Чтобы проводить лекции о донских автохтонах О российском виноделии И, ну, понятно, с дегустациями Также о том, чтобы можно было здесь у нас же и после того, как продегустировали Было место, где переночевать, где покушать То есть все это должно быть вместе И тогда это все будет работать Господдержка Вы ощущаете господдержку, вот это вот направление В том числе и туризма? Да, господдержка сейчас есть Вот, допустим, я был одним из искателей гранта по развитию агротуризма Я выиграл этот грант Но тяжело быть всегда первым Потому что нет еще накатанной схемы, а как это происходит И поэтому иногда бывают проблемы на ровном месте Которое казалось бы, что это проблема не должно быть вообще А она раз и возникла А потому что это первый раз и никто не понимает, а как это нужно сделать Ну, если этим занимаешься всю жизнь И занимались этим родители и деды То, конечно, соответственно, без этого никак То есть мы как только рождаемся в нашем поколении Или в другом поколении Мы сразу идем на виноградник что-то делать, помогать Соответственно, приобретаем знания уже с самых-самых азов Вот, у меня 4 ребенка, да И на сегодняшний момент они все знают все, что нужно делать с виноградом Как его обрезать, как его закапывать, как его открывать Когда его опрыскивать То есть именно так Конечно, помогает, да Вот сегодня уже говорили, что вы спасли один из авторитонов Который пропадал Погибал уже, исчезал на стадии исчезновения Ну да, это был Сибирьковый Сегодня знаменитый он Да, мы последнюю площадь, которая была в Янтарном под Раскорчевкой Нарезали, приехали, привезли людей Нарезали черенки, дали на прививку И так возродили этот сорт То есть посадили сразу 10 гектар И после этого мы стали раздавать свой продукт То есть свои черенки Для того, чтобы другие, кто хочет это сделать Прививали, нарезали черенки Прививали и увеличивали площадь этого сорта И сегодня он какую площадь занимает Сибирьковый? В Ростовской? Ну, я не знаю точно То есть здесь интересно? Конечно интересно Ну, знаете, есть такая пословица Всю жизнь живи, всю жизнь учись Никогда ты не будешь знать все То есть если остановиться и стоять на месте То не будет никакого прогресса Начнется не просто застой, начнется регресс Движение вниз Поэтому, конечно, мы встречаемся Кто-то что-то узнает новое Кто-то прилетает с какой-то другой винной страны Кто-то приглашает какого-то винодела С летающего винодела Или нашего российского винодела Молодых ребят, специалистов Которые сейчас очень прогрессивно мыслят, смотрят Сейчас все доступно в интернете То есть общение однозначно Это и есть прогресс Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин